всем привет с вами ирина и канал my diy life наступило лето и конечно же всем нам хочется придать своему дому нотку отпускной романтики и летнего настроения и сегодня я хочу показать вам несколько идей очень простого в исполнении но эффектного декора в тропическом стиле смотрим и первое что я сделаю конечно же ананас эту идею я вынашивала еще зимы когда в фикс прайсе в продаже появились эти замечательные геометричные горшочки для цветов я решила сделать из горшков шкатулку чтобы два горшка хорошо держались друг на друге первым делом нужно сделать внутренний ободок на который будет надеваться верхняя часть я для этого взяла несколько втулок от обычной туалетной бумаги у них мягкий картон уже изогнутый и из него легко сформировать красивый аккуратный бортик разрезаем втулки вдоль и вклеиваем внутрь горшка я наклеила несколько отрезков внахлёст и как следует промазала все клеем пва чтобы бортик получился прочным дополнительно изнутри я наклеила на бортик отрезок ткани и тоже промазала пва оставляем бортик хорошо просохнуть и после этого можно все покрасить у меня получилось купить только горшки разного цвета поэтому один из горшков мне пришлось перекрасить целиком ну а если у вас горшки одинаковые то достаточно покрасить только бортик ну а теперь займемся хвостиком ведь именно он превратит два горшка составленных вместе в ананас хвостик ананаса я буду делать из фоамирана толщиной 2 миллиметра это незаслуженно мало используемый у нас материал для декора материал очень пластичный можно его формовать и руками и нагретыми инструментами он прекрасно держит форму гибкий и достаточно прочный и так я нарезала из фоамирана листочки у меня они пяти размеров ссылочка на шаблон как обычно будет под видео теперь склеиваем каждый листочек до середины пополам на термоклей три самых длинных листика склеиваем в центре между этим три листником три листика покороче теперь во все промежутки листики еще покороче у нас получается уже шесть промежутка за ними еще один ряд и наконец самые коротенькие я их клеила под 45 градусов чтобы макушка получилась пушистая поскольку фоамиран пористый чтобы сделать листики сияющими перед покраской их необходимо загрунтовать покрыв несколькими слоями клей пва либо любого глянцевого лака после того как лак высохнет остается покрасить хвостик золотой цвет и приклеить на макушку горшка горячим клеем наша шкатулочка готова я пока не придумала ей назначение кроме декоративного но подумываю сделать большую декоративную свечу можно будет снимать крышку и зажигать а потом закрывать от пыли только тогда горшки нужно будет поменять местами чтобы картонный бортик был на крышке сейчас кстати в продаже есть похожие горшочки более прямые из них тоже можно изобразить подобный ананасик ну а те хомяки кто купили себе точно такие же горшочки как у меня про запас могут порадоваться и пустить их в работу мне вот не повезло смогла купить уже только разноцветный вечно у меня так пока соберусь что-то сделать нужная заготовка пропадает из продажи это наверное карма после предыдущих кадров я уже прямо вижу как многие занесли пальцы над клавиатурой спросить про большой золотой лист на стене я делала его в прошлом году у меня на канале есть мастер-класс делал я его тогда из картона а в этот раз решила упростить и облегчить конструкцию сделать тропические листья которые можно поставить в вазу или так же повесить на стену для работы я в этот раз использовала листы фоамирана толщиной 2 миллиметра чтобы листья хорошо держали форму и не провисали у нас в рукодельных магазинах такой толщины фоамиран найти может быть сложно обычно продают совсем тоненький миллиметровый поэтому если не найдете советую поискать на алиэкспресс там его очень много и оставлю в описании несколько ссылок на тот фоамиран что нашла цвет в данном случае абсолютно не принципиален поэтому можно купить набор разноцветных листов а4 они обычно самые дешевые кстати для удобного поиска товаров на али хочу посоветовать вам очень удобное приложение называется она али радар с этим сервисом вы сможете быстро найти похожие товары причем приложение сразу подсвечивает самые выгодные предложения и их не нужно в поиске выуживать среди множества других вот смотрите здесь есть более недорогие варианты фоамирана чем я сначала нашла просто супер функция можно увидеть насколько продавец надежный а то я вот вечно забываю отзывы посмотреть пару раз уже поплатилась за это и еще здесь сразу видно не сделали хитрые китайцы липовую скидку чтобы привлечь покупателей знаете некоторые сначала цену задерут в три раза а потом делают распродажу со скидкой 50 процентов приложение можно поставить в виде расширения на браузер либо установить приложение на смартфон все элементарно и интуитивно понятно ссылочку на ли радар я также оставлю в описании лист монстера у меня состоит из 20 деталей придется потрудиться вырезая все это но в результате он получается очень красивый объемный и рельефный я оставлю ссылки на выкройку в двух вариантах большой как на стенке и поменьше который я делаю в данный момент вырезанные детальки выкладываем по порядку они на шаблоне пронумерованы одна сторона 1112 и так далее а вторая сторона 2122 ну и дальше на шаблоне также есть небольшая схемка как соединять детали но там все очень просто думаю не ошибетесь склеивать детали удобнее поэтапно так как все швы полукруглый сначала склеиваем все детали у центральной жилки потом в один-два захода склеиваем оставшуюся часть шва склеиваем отдельно две половинки листа и потом соединяем их по центральной жилке с изнанки дополнительно проклеиваем все швы чтобы соединение было прочным чтобы лист хорошо держал форму его можно было выгнуть как-нибудь красиво я взяла проволоку и выгнала из нее каркас просто укладывала проволоку по швам с изнанки и подклеивала лист остается покрасить поскольку фоамиран пористый поверхность у него не гладкая и сильно впитывает краску чтобы все блестело после покраски предварительно необходимо фоамиран загрунтовать точно так же как хвостик для ананаса для этого покрываем всю поверхность в два-три слоя глянцевым лаком либо обычным пва и и остается покрасить лист металликом желаемого цвета мой первый лист был золотым а на этот раз я решила сделать его медно второй лист у меня совсем простой в исполнении так сказать на контрасте из листа фоамирана нарезаем полосочки полтора сантиметра шириной и 14 сантиметров длиной углы полосочек срезаем со скруглением чтобы получились длинные узкие заостренные листочки я все делала на глазок даже не делала шаблон как видите все очень просто в верхней части перистый лист должен быть поуже поэтому рисуем плавное сужение сантиметров на 5 к макушке на разложенных полосках и верхние листочки делаем покороче плюс вырезаем длинный центральный листик для макушки для листа понадобится какая-нибудь палочка или проволочка у меня кажется металлическая палочка от кустодержателя приклеиваем верхний центральный листик оборачивая вокруг палочки его основания и дальше подклеиваем поочередно все листики сверху вниз заостренный кончик оборачиваем вокруг палки чтобы центральный стебель был весь обклеен фоамиран после того как лист собран беремся за ножик тыльной стороной ножа прорисовываем на листочках продольные линии сначала центральную а потом остальные по бокам дальше как с листом монстеры грунтуем глянцевым лаком и красим металликом такие листья будут хороши в простой высокой вазе стеклянной или керамической именно такой вариант я выбрала а также их можно использовать в качестве настенного декора ну а цвет можно выбрать в зависимости от вашего интерьера делаются они достаточно просто особенно второй а смотрятся на мой взгляд очень очень стильно мой следующий проект некоторые из вас уже видели и многие угадали это действительно фламинго я купила готовую фигурку из папье-маше и действительно отделывала я его вот такой щепой для копчения использовать ее для декора это моя небольшая находка во всяком случае ни у кого такого варианта отделки я не видела получается очень красивая фактура ну а стоит она копейки мне пакет щепочек обошелся рублей в сорок и ушло его совсем немного хватит на массу других поделок чем крупнее щепочки тем их проще клеить ну и конечно те что попались в пакете можно отсортировать для разных частей тела конечно фигурку для обклеивания можно сделать и самостоятельно из проволочного каркаса и папье-маше или фольги как я зайчиков пасхальных делала она в общем-то совсем не сложная по форме но в данном случае уже совсем не успевала с изготовлением так что решила схалтурить и взять готовую фигурку надеюсь вы меня простите щепочками очень удобно имитировать птичьи оперения они неправильной формы большинство отрублено по косой так что можно клеить их рядами и они очень натурально передают в стопорщины и перышки клеить нужно начинать с хвоста и постепенно двигаться по спинке вверх на спине я ставила щепочки на косой срез чтобы они торчали а на груди укладывала более плоско чтобы форма птички не сильно изменилась меня стали часто спрашивать каким клеевым пистолетом я пользуюсь решила вам сделать мини обзор моего арсенала возможно кому-то поможет определиться с выбором итак мой первый пистолет и моя рабочая лошадка которая служит мне уже несколько лет это штайнель глюматик 3002 он как видите уже такой не очень красивый но я им довольна на все сто процентов он мощный быстро разогревается буквально через пару минут он уже готов к работе носик достаточно тонкий так что клеит он аккуратно но и конечно надежный ни разу не ломался хотя лет ему уже много его единственный минус эта цена он достаточно дорогой поскольку я снимаю видео как в городской квартире так и за городом мне нужно было два пистолета какое-то время я работал дешевым китайским потом у него сломался спусковой крючок и я купила вот этот называется ермак им я довольно гораздо меньше чем штайнелем он очень долго греется минут десять приходится ждать пока он разогреет клей и он уже ломался хотя живет у меня всего пару месяцев тоже перестал работать спусковой крючок благо удалось его пока починить но если сломается насовсем скорее всего разорюсь на второй штайне и мой третий пистолет точнее ручка вот такой мой новый малыш бош глюи видеть его пока красивый и чистенький сделал его для мелкой работы потому что писали что он дает очень аккуратный тонкий шов его огромный плюс в том что он беспроводной можно и с собой куда-нибудь взять это конечно не вариант как основной инструмент но удобно его использовать если вы много клеить и мелких деталей бусины там какие-нибудь или вот как я в данном случае мелкими щепочками ноги обклеивала и думаю отлично подойдет такая ручка как первый пистолет ребенку мне кажется это гораздо безопаснее чем проводной к тому же к нему продают яркие цветные стержни и с блестками и даже мой парень как увидел аж затрясся уж девочки наверное вообще душу продадут честно говоря до сих пор не знаю стоило ли обклеивать ножки я это делал тонкими маленькими щепочками честно говоря намучилась если папье ваше такого же цвета как у меня из крафт-бумаги мне кажется можно ножки оставить и голенький будет смотреться даже натуральней такая фигурка очень красиво впишется в интерьер с натуральным деревом я ничем ее не стала покрывать но можно пройтись морилкой и затонировать потом дерево в любой желаемый цвет а если подобрать например морилку под розовое дерево то вас получится самый настоящий розовый фламинго покажу еще одну поделку из фоамирана на этот раз вазочку для основы можно взять любой пузатый флакон или банку красивой формы у меня флакон от шампуня безжалостно сносим флакону голову чтобы приклеить декор к флакону необходим промежуточный слой так как на пластике прочно держаться ничего не будет для этого я взяла полосы ткани можно использовать абсолютно любую что есть под рукой но лучше что-то наподобие сица чтобы ткань хорошо впитывала влагу укладываем полоску ткани наискосок на флакон и примазываем ее к флакону клеем пва следующую полоску кладем в другом направлении и вот так промазывая клеем упаковываем весь наш флакончик как мумию в бинты после чего оставляем хорошенько высох пока снова сохнет займемся декор я взяла тот же самый фоамиран что использовала для предыдущих поделок и нарезала его на прямоугольнички примерно 3 на 5 сантиметров размере яблорола на глазок можете сделать их покрупнее или наоборот помельче из прямоугольников вырезаем листочки заостренными кончиками с двух сторон опять же на глазок дальше наши листочки будем формовать берем листик одной рукой держим край а другой аккуратно тянем на себя чтобы фоамиран в этом месте растянулся сдвигаемся на пол сантиметра и снова тянем в том же направлении так проходимся по всему краю листка края у него становятся волнистыми только не переусердствуйте а то оторвете за тем каждый волнистый лепесток складываем вдоль пополам и чуть растягиваем по линии сгиба у нас получится центральная жилка берем основу и клеим сначала верхний ли от листиков клеим немножко внахлёст и чтобы кончики выступали над краем второй ряд листочков клеим между листиками первого ряда тоже немножко внахлёст и так далее пока не обклеим весь флакон листики с самого нижнего ряда загибаем на дно и дальше все точно так же как было с большими листьями покрываем вазу несколькими слоями пва чтобы заполнить поры фоамирана и красим в желаемый цвет у меня снова медный не могу сказать что вазочка получилось прямо сто процентов тропическая но мне кажется какое-то такое тропическое настроение в этих волнистых листочках есть и в таком исполнении кажется что листики сделаны из листовой меди мне давно хотелось попробовать сделать объемную картину на холсте и когда нашла в интернете картинку красивых листьев монстеры поняла картине быть рисунок я перевела через обычную копирку для создания объема можно купить специальную текстурную пасту я оставлю ссылочки в описании либо смешать столовую ложку любой строительной шпатлевки на водной основе с чайной ложкой клей пва хотя такой самодельный состав несколько уступает по свойствам готовой пасти дальнейшее напоминает раскраску только красить его не кистью и краской а мастихином и пастой по контуру внутри листьев выкладываем пасту или шпатлевку чтобы получился более-менее равномерной толщины слой я делала по половинке листа так показалось удобнее работать после того как нанесли пасту на нужный участок плавно проводим шпателем или мастихином вдоль каждой жилки на листе с одной и с другой стороны у нас получится в том месте где проходит жилка такая горная гряда так проходимся по очереди по всем листьям на этапе разглаживания почаще вытирайте шпатель или мастихин а бумажное полотенце или салфетку чтобы поверхность получалась гладкой если где-то рельефа кажется недостаточно можно подождать пока поверхность подсохнет и нанести еще один слой на верхнем листе торчащие кончики и те места где лист загибается наверх эти участки прорабатывайте отдельными мазками в последнюю очередь чтобы создать эффект объема оставляем картину в покое на денек чтобы паста хорошенько просохла и можно браться за краски мне хотелось создать эффект каменной рельефной поверхности поэтому я взяла цвет слоновой кости и смешала несколько оттенков потемнее и посветлее с коричневой черной и белой краской самый первый оттенок в смеси с коричневым им я прошлась по участкам сразу под жилками на листьях и дополнительно хаотично нанесла на холст чтобы цвет на холст лег красиво наносим несколько мазков и скомканной бумажной салфеткой промакиваем как губкой получится красивый неравномерный окрас вторым оттенком с добавлением черного я прошлась чуть повыше краю от затемненной жилки и по краям с другой стороны чистым цветом слоновой кости делаем переход после серого и потом самый край выделяем уже слоновой костью смешанный с белым даем нашему художеству просохнуть и потом берем сухую кисть и чистый белый цвет и проходимся по рельефу едва касаясь его чтобы выделить все выступы заодно это сглазит переходы цвета если где-то плохо растушевание и наконец смешиваем слоновую кость еще раз с коричневым и затемняем слегка всю плоскость рядом с рельефом чтобы посильнее выделить объем также слегка касаемся кистью и хорошо растушевываем чтобы слой получился прозрачным остается высушить корсину повесить на стенку и гордо назвать себя художником сделать такую работу очень просто испортить тут что-то практически нереально потому что тут все на нюансах оттенков даже если вдруг что-то не так покрасить и будет особенно незаметно ну а рисунок можно взять любых понравившихся листьев мне кажется их рисовать в объеме проще всего я начала с ананасика и закончу тоже ананасиками мой проект на сегодня держатели для книг основу ананасиков я вырезала из куска пенополистирола у меня оставался ну вполне можно купить готовые пенопластовые яйца а я склеила три слоя 3 сантиметрового полистирола и разлезала на два параллепипеда примерно 15 на 10 на 10 сантиметров беремся за канцелярский нож и начинаем скруглять заготовку сначала по кругу чтобы получился бочонок потом скругляем верхний и нижний края бочонка чтобы сделать его по форме похожим на ананас не забудьте с одной стороны оставить плоское основание получившиеся бомбошки красим в серый или коричневый цвет акриловой краской чтобы обклеить ананасики я снова взяла щепу для копчения но более крупные щепочки чем я использовала для фламинго начинаем с хвостика на хвостик я добрала самые длинные и тонкие щепочки клеим их на макушку заготовки после этого по кругу от хвостика начинаем обклеивать заготовку первый ряд плоский следующий закрывает промежутки первого и идет чуть с нахлестом в верхней части ананасик я брала щепочки помельче а ближе к основанию все крупнее и крупнее самые большие и толстые щепочки пошли на нижний ряд для основания книга держателя я отпилила 4 кусочка доски по длине на боковушке и квадратные на основании отшлифовала и скруглила края насверлила отверстие под крепеж склеила на пва и прикрутила саморезами остается покрасить получившиеся уголки морилкой подходящего цвета у меня серебристо-серые и приклеить к ним ананасики мне очень они нравятся пожалуй это самая моя любимая поделка из сегодняшнего кстати такие ананасики можно сделать и как самостоятельный декоративный объект просто в качестве пылесборника за счет того что щепочки крупные сделать его намного проще и быстрее чем фламинго да и форма проще в исполнении а смотрятся они на мой взгляд не менее эффектно что же я надеюсь вам понравились мои сегодняшние идеи тропического декора они получились очень разноплановыми и по стилю по используемым материалам поэтому я надеюсь что каждый сможет найти для себя что-то подходящее именно в его интерьер обязательно пишите мне в комментариях внизу под видео какую из идей вам захотелось повторить у себя ну а на сегодня все всем пока